Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Татя Гео. Не могла пройти мимо такой красоты, хочу поделиться, как оформляется вход на территорию предприятия в виде выстриженной из кустов, выстриженной корзиночки. Посмотрите, они находятся сзади меня, сейчас покажу вам поближе, как это все симпатично смотрится, вырезано. Но имейте в виду, что это не дело одного дня, растения нужно выращивать. Кстати, там еще и лебедь вдалеке. Пойдемте посмотрим на лебедь. О, красота! Для того, чтобы достичь такую красоту, конечно же, нужно ухаживать, поливать, удобрять. Посмотрите еще, пожалуйста, какое разнообразие форм, как именно сформировать такую красоту. Сейчас немного расскажу об этом. Смотрите, когда у вас есть куст уже достаточно пышный, имейте в виду, что каждое растение это индивидуальное растение, каждое растение индивидуально, и к нему нужен особый подход, индивидуальный подход. То есть вы смотрите, на что больше похоже. Либо это формируется как-то воображение шарик, либо это все-таки какая-то пирамидка, или куб проще вырезать, проще сформировать куб. И отсюда вы уже, следующие, дальнейшие ваши действия. Лучше всего начинать тренироваться на каких-то простых фигурах. А простые фигуры это у нас круг, куб, квадрат и пирамидские разных форм. Обычно формирование и подстрижка начинаются снизу. Можно сравнить, как девушки выщипывают брови. Пусть это может быть такое сравнение, но все равно оно чем-то это очень деликатная работа, очень кропотливая и деликатная. Поэтому 7 раз отмерь, 1 отрежь. Лучше не доделать, чем переделать, чем вы много сострижете, и потом нечем будет уже добавить в это место. Придется еще больше, но это нежелательно, потому что есть определенные нормы, которые можно состригать за сезон у растений. Есть, которые хорошо переносят стрижку, а как раз-таки такие мы и рассматриваем. Начинаем снизу, начинаем снимать, и вот, допустим, вот здесь. Вы видите, что это самшиты. Самшиты очень хорошо стригутся. Они, во-первых, дают такую плотную зелень, и при каждом срезике они... То есть если веточка идет, если у вас веточка идет, и вы понимаете, что здесь не хватает как-то пустовато, если вы ее чуть-чуть подсрежете, то она еще даст несколько веточек в этом месте, там, в следующий сезон, и эта полость закроется. Таким образом вы формируете всю крому. Если где-то не хватает, вы не расстраиваетесь, это все растение наверстает в следующий сезон. То есть вам нужно определиться, главное, с формой. И несколько заходов, так скажем, ее поддерживать. Если вы определились, допустим, вот как здесь, да? Даже на какой-то горшочек похоже. Внизу кругленько, то есть вы так и ведете. Есть инструменты и электрические, и бензиновые. То есть смотрите, как вам удобнее будет. Если у вас проведены розетки, и вам удобнее будет подключиться и с проводом по участку ходить, то выбирайте, соответственно, электрические. Если нет, то бензиновый вариант вполне всем подходит. Начинаем снизу. И таким образом формируем, допустим, кругленький, да? Формируем кругляшок внизу. Потихонечку начинаем со всех сторон как бы обхватывать, да? Точно так же, как, опять вернусь к бровям, наглядный пример. Выбрали форму, то есть сначала отрастили, выбрали форму, и эту форму начинаем потихонечку выщипывать, приводить вот именно к этой брови. Если где-то какая-то волосинка у бровей не доросла, мы немножко оставляем, потом это все природа наверстает. Точно так же и здесь. Если где-то чего-то немножко не хватает, вы не старайтесь это сразу же в один момент. Да, есть кусты, которые отлично, такие очень плотные, хорошие, здоровые, и они очень хорошо под стрижку принимают, то есть ты там видишь, и простые фигуры особенно, которые я уже перечислила, они достаточно легко стригутся и потом подравниваются очень легко. Но вам желательно определиться изначально. То есть кустик достиг определенного размера. Самшитики вы вообще можете подстригать маленькие, малюсенькие такие. То есть он только-только самшит, любит подстрижку, допустим. И у нас в России он хорошо растет. Хорошо растет и точно так же, как и в Европе, дает густую зелень. Почему их и используют при декорировании. Кругленько мы кругленько просто снимаем аккуратненько со всех сторон небольшой слой, чтобы не перестараться. Еще раз акцентирую, что растению не навредит. То есть если агрессивно его подстричь, оно может болеть. Может в самых таких печальных случаях, может даже погибнуть. Поэтому аккуратненько снимаем по несколько там сантиметров и уже просматриваем форму. Если это маленький кустик, если это уже достаточно такой вариант. Но это тоже дело не одного дня. То есть чтобы он пышненько так оброс сверху, снаружи. Это тоже сезон-два на это ушло здесь. Посмотрите, разных форм хочу вам представить. И вдохновить на творчество на вашем замечательном участке. Чтобы у вас тоже ваши кустики радовали вас красотой. И чтобы вы нашли, считали их индивидуальность. С вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч на канале Тати Гео. И я уверена, что ландшафтному дизайну можно научиться. И нужно учиться. Если есть желание, вы достигнете успеха. Всем пока-пока.